Ситуация с Наравлянским дворцом уже несколько лет многих тревожила, потому что совершенно очевидно было, что он разрушается, разрушается буквально на наших глазах. Мне, допустим, все время меня терзали мысли и вспоминалось, как у Ильфа и Петрова. Вот это вот момент, когда при всех властях стоял дом, а вот сейчас при нас загорел. И очень не хотелось, конечно, чтобы именно при нас Беларусь потеряла очередной памятник. Андрей Горват писатель очень много делал попыток, очень много предпринимал действий для того, чтобы получить возможность как-то спасать этот объект. Но не совсем и не все получалось. И в этом году, когда стало понятно, что последний раз его выставляют на продажу и такого шанса, возможно, уже не будет. Я, как бы даже особо не думая, просто ему позвонил и включился в этот процесс. У нас получилось его выкупить. И мы сейчас, конечно, с одной стороны очень довольны, с другой стороны очень переживаем за то, что из этого выйдет. Как бы многие спрашивают, наверное, это дорого, наверное, это как бы хлопотно. Но если смотреть на цифры, оно действительно дорого. С другой стороны, если посмотреть на улицы просто вокруг себя, вот в Гомеле, где я живу, но половина автомобилей, ездящих по улицам, они дороже. А здесь мы имеем дело не с автомобилем, который каждый день теряет свою стоимость, а с памятником культуры, памятником нашей истории, который должен быть вечен. Поэтому для меня, например, такой вопрос даже не стоял. Сейчас мы, в первую очередь, хотим запустить процесс аварийных работ, то есть для того, чтобы хотя бы остановить его разрушение. В течение первого года мы, согласно договору, обязаны подготовить проект его реставрации. То есть после того, как мы остановим самые, так сказать, вот сейчас негативные и самые актуальные острые процессы в нем, мы должны будем приступить к его реставрации. И вот все это входит в наши планы. Мы очень надеемся на помощь белорусов неравнодушных, потому что это потребует больших ресурсов, которых у нас, скажем, недостаточно. И очень верим в то, что вот при нас, при нашем поколении это наследство, наследие белорусов, оно не разрушится, не исчезнет, и мы передадим его своим детям. Согласно договору, мы обязаны использовать объект для организации ресторанного либо гостиничного бизнеса. Собственно говоря, это никак не противоречит нашему видению полного сохранения объекта, потому что в идеале мы мечтаем о том, что у нас у нас получится полностью возродить его в том виде, в котором он был построен хозяевами, то есть практически в первозданном. И если это получится, опять же, да, с помощью неравнодушных белорусов, то, например, возродив все спальни, которых во дворце было очень много, это и хозяйские, и гостевые спальни, да, на их базе можно оказывать вот отельные услуги, гостиницы, то есть организовать самый гостиничный бизнес. Салоны и столовая могут стать ресторанными залами. То есть в нашем случае очень хорошо то, что наше видение будущего этого дворца абсолютно не входит в противоречие с тем, чем он должен стать, согласно вот сегодняшним условиям и сегодняшним, возможно, потребностям этого города.